привет друзья вы на канале бува next обзорчик me 9 давайте комплектация у нас стандарт стандартная посмотрим что есть внутри а это конкретно идет в комплекте вот там здесь скрепка и бумажки плюс вот такой вот силиконовый бампер хорошего качества я в распаковке говорил блок питания у нас на 5 вольт 3 ампера 9 в 2 ампера и 19 и 12 вольт 2 ампера но телефон поддерживает быструю зарядку quer charge 40 type-c кабель больше ничего упаковки нет кстати по автономность по автономности друзья полчаса игры эти сразу начнем полчаса игры это у нас ну то есть тесты я делал тесты полчаса минус 8 процентов это неплохой показатель плюс с зарядка штатная зарядка не знаю она вроде как быстро но не не совсем быстро и за 15 минут от 0 до 20 процентов 15 минут за полчаса 40 процентов и 1 час 72 процента и час 30 94 процента зарядился аккумулятор здесь аккумулятор на 4030 миллиампер часов автономность действительно на уровне сканер под экраном смотрите упс здесь экран у нас на быстрый сканер я в распаковке сравнивал me 5x обычным сканером то как бы он по щену как бы не уступает но нужно на доли секунды задержать потому что вот смотрите нюанс вот так вот он не срабатывает нужно немножко задержать здесь вот смотрите always on display он настраивается много разных вариантов чтобы как бы ну не забыть экран у нас шесть 39 дюймов 64 грубо говоря full hd плюс разрешение 403 dpi ну как бы плотность пикселя экран неплохой качество экрана отличная но не знаю чем проблема почему друзья в ю тубе нет возможности просмотра 4k на моем me 5x как бы стареньком здесь можно включить 4k здесь в ю тубе как бы ну так есть вот смотрите нету 4k почему-то вот картинка конечно классный звук здесь не стерео звук не стерео ну amoled display amoled матрица смотрели черный цвет черный насыщенец отлично здесь настройках я поставил режим экрана как бы насыщенный картинка очень классная смотрите под разными углами смотрится неплохо ну блин просто зачет экран просто отличный то есть если вы купите вы не пожалеете экран очень красивый always on display есть как бы он настраивается тем тема здесь черная я поставил по поводу связи все отлично работает bluetooth работает вайфай работы gps работает все это проверяем проверил никаких проблем не давайте внешне здесь при и кстати экран у нас здесь покрыт 25 до стекло gorilla glass 5 поколения спереди в принципе вот видим разговорный вот динамик мы можем наблюдать камера на 32 мегапикселя 2.0 апература камера очень зачетная сверху давайте такая здесь у нас по бокам не алюминиево металлическая рамочка сверху разъем 35 mini jack дополнительный микрофон и инфракрасный порт и справа у нас клавиши питания очень приятные вот смотрите нажиматься очень классно снизу у нас здесь бутафория микрофон type-c динамика вырезы под дин эти антенны здесь вот антенна здесь антенна здесь лоток под sim карту либо флешку либо просто две две флешки здесь тоже стекло у нас но я как бы не знаю может горилла 3 но здесь логотипчик xiaomi он как бы светится на строчках можно поставить потом камеру нас на 48 мегапикселей основной 8 и 2 48 мегапикселей в стандартном режиме фотка это как бы в режиме 12 мегапикселей но можно включить вот смотрите зайдем давайте в камеру можно включить и 48 здесь вот отдельная вот вкладочка есть включить ультра как бы широкий режим 48 не обитак есть включили плюс фото вот можно осмотреть и включить мы заходим и есть один x1 x потом включаем 2x как бы не знаю программные или оптические но как бы думаю вроде при хорошем освещении это оптический и ультра широкий смотрите вот 06 ну в стандартном вот один потом по возможностям камеры здесь замедленная съемка 960 120 и 240 fps камеры тест я сделаю точнее вы уже можете увидеть на канале переходите смотрите виде клип это неинтересно видео можно снимать у нас 4к 30 кадров hd 30 full hd 30 60 кадров стабилизация на 4к не работает она full hd 30 и 60 работает ускорение этот типа там лапс можно как бы разные режимы выбирать потом фото портрет ночной ночной не очень работает панорама так себе посмотрите тоже нужно приложиться и профи профи я сделал начиная снимки здесь выдержку можно 32 секунды и 100 iso поставить 100 я ставлю и объектив широкий или ребий глаз можно поставить по настроечкам больше здесь такого в камере ничего нет давайте сейчас зайдем фото фото но здесь вот смотрите есть дополнительный так дополнительные еще режиме формат кадра можно 916 поставить настроечки стандартные стоит как бы качество фото высокой больше ничего здесь настройках нет камеры очень хорошие примеры видео все есть и на канале уже тест и я сюда добавлю в конце видео друзья можете перейти посмотреть очень классная фотка блин фронталка очень классно подкает просто действительно хорошо так еще друзья по поводу деси деминга я его проверил сейчас вот это вот моя камера его не особо ну как бы передает не знаю не особо заметно но я проверил я вам покажу на телефон я снимал он действительно включается работает и мерцание пропадает его включайте не так буду тусовать глаза очень полезная полезная штука и включайте темный режим потому что это как бы молит дисплей и будет не так экран выгорять это не айпи с на самом деле так по поводу давайте зайдем характеристика давайте зайдем в аиду это mi9 lite смотрите снабдряга у нас 710 и сказал 6 гигабайт оперативки 64 встроенной когда новый телефон был было доступно у нас 52 гигабайта сейчас смотрите доступно 26 потому что игры тесты и так далее версия android у нас здесь 5 5.0 это хорошо будет меньше жрать как бы всего вы поняли да так система не зашли давайте в цепи еще зайдем здесь 8 8 ядер 10 на метров энергоэффективный процесс а сейчас тесты посмотрим действительно процессор хороший 8 ядер все дела отображение здесь по поводу экрана но я уже говорила мали дисплей 639 403 dpi и 60 герц но на 4 пида пишут что можно как бы что-то на разогнать ядра на 616 больше ну типа датчики все вся вот эта вот ерунда батарея тоже говорил 430 миллиампер часов там умность вообще отличная за ночь минус два процента то есть по зарядке я вам уже рассказал в начале android 9 здесь стоит не знаю будет ли 10 минут как бы должен быть я надеюсь устройство камеры тоже в принципе рассказал вот смотрите как бы неплохо папа про камеры я вам рассказал что касается и друзья тоже я на канале смотрите тест я могу сказать что это за свои деньги но если бы было бы круто если бы он стоил 200 баксов это игровой смартфон можно сказать просто сейчас вот и на будущее на пару лет ну то есть на года полтора точно на высоких настройках можно будет играть современные игры вас вас в танках на hd графике то есть на ультра все высокой смотрите тест там 60 fps а это значит что блин играть очень будет комфортно и удобно поводу всего этого рассказал теперь давайте зайдем сейчас скриншоты в общем первый тест я делал смотрите на 24 процента меня было аккумулятора то есть разряжен аккумулятор 197 тысяч триста двадцать на я сделал тест потом гикбенч и опять вот смотрите результат 387 1458 потом вот 3d марку типа тест смотрели смотрите результат и трогин тест у нас смотрите 15 минут ну просто просто отличная отличную процессор не перегревается не трогает в общем почти что да то есть это хороший результат просто отлично и температура была после теста стресс-теста цепи теста 40 и 42 градуса потом уже я ночь как бы телефон зарядился лежал я с утра вот встал и сделал тест и показал на зарядке 95 процента вот у нас 211 тысяч 640 то есть прирост как бы на самом деле неплохой я считаю да вот видите заряд аккумулятора решает решает потом 300 вот 93 и 1525 а было у нас давайте зайдем а было триста восемьдесят семь и 1458 то есть показатели немного улучшили пыль плюс с 1080 1080 1841 а было 1834 но здесь показатели на на одном уровне и троттлинг тест тоже вот показал как бы что процессор по сути ну не троттли то есть с этим проблем нет здесь мультитач на 10 касаний я все это проверил принципе время не будем занимать личный звук хороший качество экрана хорошая быстрая зарядка здесь есть но штатная сказала результаты вам мой итог по данному телефончику он очень стильным в руке он лежит просто шикарно вот так вот без чехла даже щехлом он как бы но не габаритный телефон шустрый ничего не тормозит меня 11 сейчас я обновился меня не глобальная версия 1134 все обновилось даже компоненты все здесь пообновлял то есть телефон шустрый не лагает не перегревается то есть ну во время зарядки телефон был нагрелся не знаю зарядка немножко нагрелась но как бы зарядилась все нормально телефон шикарный за свои деньги я считаю просто классно телефончик поэтому советую покупал и на алиэкспресс продавец хороший указал стоимость 90 долларов в упаковке но наметнице мне попался он на проверку почему-то не знаю ну как бы я что-то не платил посмотрите в распаковке там я документы показывал какие-то на посылке был были на почте сказали ничего не платить надеюсь все будет нормально и не придется телефон шустрый хороший своих день и действительно строит в игры играть можно камера зачетная просто вот нахваливать телефон минусов я реально что-то пока не заметил есть один минус я поставил google камеру вот но она глючит она почему-то глючит виснет смотрите вот видите да то есть почему-то камера глючит я ее удалю использовать не буду смотрите тест и смотрите игровой тест сейчас я фоточки вам видео конце ролика добавлю я надеюсь я чем-то помог если что-то упустил напишите в комментарии советую телефон спасибо всем за просмотр хорошего всем настроения и до новых видео друзья обязательно подписывайтесь ставьте палец вверх поддержите канал BÜNDNIS 08 тысяч на Продолжение следует... 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 Продолжение следует...